здравствуйте друзья я как и обещал свою сейчас новые масло воск по новому рецепту но для меня он новый кому-то может он давно знаком но отзывы о нем хорошие и я естественно как великий эксперимента хочу попробовать значит что входит входит всего два компонента это вазелиновое масло ну очень называют минеральным маслом она абсолютно безвредная она как бы вот от запора скажем так она слабительная она предназначена для приема вовнутрь то есть его можно пить с последствиями но можно пить соответственно можно не переживать что вы будете пользоваться досочкой которая помазана этим маслом на ваш желудок это не произведет никакого влияния такого скажем побочного так же сама как и клей много пишешь это отравленная досочка это вы ножом отрежете кусок клея съедите и все и вам капец ничего подобного вообще ничего подобного ничего не будет вам плохого в этот клей не скушаете и вот такое маленькое количество то что может попасть к вам в пищу поверьте мне то чем вы дышите какую воду вы мы мы все вместе пьем тот кусочек клея миллиграмма миллимилли того грамма но никак не повлияет на ваше здоровье но это я вам могу просто как как доктор обещать что ничего плохого сами не будет вторая часть это пчелиный воск может он тоже очень вредный такое что даже в руках держать нельзя но вам тоже могу вам сказать ничего плохого от воска не бывает я могу и на водяной бане надо как бы его сварить ну значит я знаю что воск плавится где-то градусов 60 надо всего-то я так понимаю 6 я поставлю бутылочку в кипяток этого будет достаточно для того чтобы разошелся воск и соответственно перемешался с маслом у меня нету плитки у меня есть турочки с которой я беру себя кофе я подобрал бутылочку такого вот размера которая помещается раз прекрасному турку я его грежу где-то вот так вот чтобы не было за что ее вытаскивать набил туда масло и кинул туда одну четвертую часть воска поставлю кипяток или уже мы с вами вместе попробуем скрыть досочку я оставил две доски экспериментальными это черешня одна ясеневая это моя домашняя если что ну она делается уже очень долго и собирается поехать домой никак не доедет но может быть уже теперь когда она будет покрыта она поедет домой а сейчас ну что давайте выльем масло главное не вдохнуть пары а то туалет как бы не слишком близко значит масло это не имеет ни вкуса а и вкуса не знаю может она имеет какой-то вкус но по идее нет ни запаха ни цвета она а цвет все равно изменится за счет воска наверное если взять воск какой-то темные то она как-то подкрасить скажем изделия а вообще если просто свет пропал появился а если просто одним маслом мазать что тоже возможно и тоже она работает то она вообще не меняет цвет что кстати тоже хорошо я вообще за то чтобы природную красоту дерево ничем не приукрашать скажем так но я могу согласиться если где-то вам надо выровнять свет ну такое бывает а вот когда красят скажем дуб спорозаполнителями со всеми делами прямо но уливают так что не зошитом специалист или там есть специалист никто не скажет что это дерево вообще но пластмасс да и пластмасс какой смысл в том чтобы зачем делать из дуба когда можно сделать чего угодно и будет тот же эффект в общем с помощью сложных математических подсчетов я выяснил что мне надо 60 грамм воска и соответственно я примерно так себе нарисовал сколько от 200 грамм этого и я вам скажу так что два грамма больше 3 грамма там меньше ничего серьезного не произойдет нет так что-то это не для этого возьмем сейчас какой-нибудь ночик посерьезнее и просто ножом отрежем еще оказывается проблема отрезать его о ох ничего себе во ну еще наверное его порежу на пару кусочков чтобы это быстрее происходило все вот пчелки постарались такую крепкую штуку сделали ну вот так вода все сейчас мы нальем водички начнем греть так воды мало надо сходить за водой сейчас буквально минутку в общем я включу уже когда мы разойдется покажу как оно получилось вода у меня закипела и так оно вроде как уже что-то происходит начинает он подтаивать но я время от времени включаю турочку чтобы она ну держать его в состоянии таком погорячее но это не метод конечно надо нормальную плитку поставить чтобы она себе там были вот он сейчас кипит и я держу руками ну такое ну оно все получится я так понимаю но воск уже понимаю надо было помельче пострыгать это быстрее было бы ну и придется подождать прошло не более 10 минут я в принципе один раз включил еще раз подкипятил то бишь температуры вполне хватило чтобы она растаяла но сейчас я попробую что у меня вскрою один рампик вскрою и оставлю до завтра посмотрю такой эффект она даст если что но буду пользоваться я подозреваю что она застынет как остынет да сейчас мы это вот ох она прямо застывает прямо под тряпочкой но это не совсем хорошо наверно не знаю ребята что вам сказать сказать что мне это сильно нравится то нет она сейчас практически горячая видите что получается она очень быстро остановится что у меня есть подозрение что она очень скоро станет коркой ну я в недоумении может да она прям касается жирная под пальцем на пальце смотрите она взяла уже застыло ну что вам сказать я дам высохнуть ему подожду до завтра скажем так подожду до завтра и посмотрю что с этого в итоге получилось я понимаю что испортить я не испортил потому что воском доску не испортишь но какая то она нет допустим маслом когда я пропитывал она вписывается я понимаю что за процесс происходит а тут я не понимаю ну я понимаю что я пору закрыл да в любом случае но оно вообще как бы не пропитано оно намазано вот так вот я знаю может потом стоит взять какую-то горелку и прогреть ну сейчас я возьму горелку и подогрею сверху ух ты вот это да оно еще и горючее ой но оно впиталось оно сразу впиталось ну может это и метод ладно хорошо мы сейчас сейчас и другую сторону просто покрою и оставлю до завтра не любопытный результат доска моя что хочу то и дело ну вот так все все ребята подождем до завтра подойдем до завтра посмотрим что из этого и в итоге получится ну та сторона как бы приемлемо она стала сухая то есть только подогрела она сразу сразу впиталось это вот сейчас жирная прямо такая не ну хорошо допустим это досочка да если какое-то изделие то тоже его лампой греть как-то не совсем все ждем до завтра ребята наступил следующий день я пришел и что я наблюдаю значит та сторона которую я подогрел она в общем то как ну ничего она не мажется та которую не грел она осталась жирная а там где прямо она была чуть больше ну можно ногтям сошкрябать даже так я попробую сейчас нахальным образом втереть ее но не знаю сказать что мне этот метод нравится больше чем льняное масло нет еще надо будет попробовать просто минеральным но вазелиновым маслом ну вот такой вот метод смотрите делайте выводы кому что нравится так ну не знаю я не знаю я если честно сам не определился нравится мне это или не нравится нравится то что как бы это восково абсолютно такое значит экологически чистое покрытие не знаю я когда киев покрывал я просто воском натер и очень сильно интенсивно терп в камнице он на 3 дня не разогревался и таким образом забилась пора и так он на таком как бы вот такое покрытие и было и это так делают киеваком не скрывают и он живет нормально все с ним происходит что относительно досочек ну я вам потом скажу я попользуюсь и скажу что в итоге как оно получилось значит уже под этим видео будут ссылки на фейсбук жены заходите смотрите выбирайте кому что глянется ну как бы так на этом все до свидания до новых встреч увидимся и